Всем большой привет-привет! И у нас сегодня трапеции, взлетные, влажные, вообще очень сложные ногти, только посмотрите на них. Там, честно говоря, смотришь и думаешь, а как вообще из этих ногтей что-то можно сделать? А еще, кстати, схему дам. В общем, присаживайтесь поудобнее, и сейчас будем делать. У нас будет два визита вот этой конкретной клиентки с разницей в три недели. В общем, все в пределах нормы, сейчас покажу, что будем делать. Обратилась девушка, я, честно скажу, я прям ее выцепила, выцегнила ее у своих мастеров. Ну, то есть она обратилась с запросом, хочу, говорит, ногти сделать, наверное, может быть наращивание, вот что-то вот такое. И я вижу в переписке фото этих ногтей, и мы понимаем, что случай классный, и я подумала, что будет неплохо, если я вам такое покажу. То есть в чем проблема? Проблема в том, что ногти трапециевидные, то есть по синусам вот эта вот длина, она у нас получается гораздо меньше, чем та, которая по точкам в рост, вот там, где показываю сейчас. То есть напрашивается, поджать, ну, прям вот хочется их немножко поуже сделать. То есть они такие расклешенные, раскрытые, распахнутые, и вот хочется их привести к какому-то плюс-минус общему знаменателю, чтобы это выглядело симпатично. Да, вот такие вот они. Я прям специально подольше осталась, чтобы можно было их рассмотреть. Обязательно покажу в конце результаты, прям вот будем сравнивать, как было и как стало. Но хочу сказать сразу, что вот если ногти от природы растут вверх, нет ни одного вообще, ни одного способа в мире заставить их расти не вверх. А, ну нет, есть, можно перелом. Да, это, кстати, работает. У меня был такой случай, была одна девчонка, которая тоже здесь, кстати, на ютубе есть цитиру видеоролики, она после аварии, у нее была такая проблема, у нее все ногти росли вверх, она сломала палец, прямо вот здесь вот фалангу, где у нее ноготь был, долго восстанавливался, мы ей срастили ноготь, и потом вот он начал клевать. Ну, способ такой себе. Поэтому первое, что нужно сделать, это принять неизбежное. А потом нужно правильно отодвинуть кутикулу и раскрыть синус. То есть наша задача сделать из трапециевидного ногтя, такой более, ну, так скажем, логичный, да, более привычный всем визуально. То есть раскрываем именно по синусу. Для этого я использую пушер. Ну, вот прямо именно пушер, и именно с такой лопаточкой, как я сейчас показывала. Потому что она как раз нам выполняет вот эту классную функцию раскрытия. Дальше мы наносим тальк. И да, кстати, наверное, уже заметили, да, что до этого я тоже нанесла тальк, только для ног и на руки. Да, такое бывает. Дело в том, что выпустил домик с пота-стоп, и классный продукт, хороший, мне нравится. Он так еще ментолом отдает классно. Но оказалось, что и на руки он отлично подходит. Потому что иногда в процессе работы я сталкиваюсь с тем, что у клиента очень влажные руки. Ну, прям вот, ну, невозможно. Ты держишь, и у тебя там это все вытекает из рук, и работать не получается. Это был как раз тот самый случай. То есть девушка, она, кстати, молодая мама, ну, вот она страдает таким неприятным синдромом вот этих вот влажных рук. Возможно, у нее сейчас гормоны, все может быть. Мы тут, кстати, уже кутикулы обрабатываем. Я думаю, там все понятно, да, что мы делаем там фрезы. Ссылки, кстати, на все оставлю, все будет в описании. Я сейчас хочу к влажным рукам вернуться. В общем, для удобства, ну, я попробовала, и оказалось, классно работает. Для удобства просто присыпать вот этим пота-стопом руки во время работы, и хотя бы она теперь у меня не выскальзывает. Но и по прямому назначению прекрасно это все работает. В общем, здесь я уже прошлась безопасной фрезой. Сейчас вы уже наблюдаете работу красным пламенем с тупым кончиком. Я с острым сразу не рискнула, но в конце я взяла, чтобы чуть-чуть доработать. И уже сейчас можно обратить внимание на то, как выглядит наша ногтевая пластина. То есть как было и как стало. Здесь, кстати, я решила вспомнить про силиконово-корбидные шлифошки. Что-то я давно им не работала. Подумала, что здесь будет очень кстати, нежно погладить. И дальше приступить к срезу. У меня все готово, все поднято. Я беру ножнички с изогнутым кончиком. Вот Nippon Nippers S04J. Мои самые любимые. Посмотрите, как они классно режут. Просто можно смотреть бесконечно. Ладно, я вам чуть-чуть ускорила, чтобы скучно не было. Но, в общем, в целом принцип понятен. Если что, все ссылки в описании. Я прям надеюсь, что вы их найдете. Это нам нужно открыть в эту простыню, и там все будет написано. В общем, но здесь, знаете что? Здесь одними ножницами, к сожалению, у меня обойтись не пришлось. Потому что мне очень не нравились вот эти бачка. Как бы я там не вычищала, у меня не получалось. Так как у девушки еще такие достаточно пышные валики. У нее кожа там трется, и образовывается что-то около... Ну, что-то типа вроде оклоногтевых мозолей. В общем, пришлось это немножечко подрезать кусачками. Ну, главное, хороший результат. Не важно, сколько для этого мне пришлось делать манипуляций. То есть ногти из разряда сложные. Это прям сильно непростые ногти. У нас, кстати, еще все мероприятие было очень сильно осложнено тем, что перед тем, как прийти на маникюр, она готовила мясо. Ну, то есть там что-то мясо с луком. Ну, то есть это было понятно по запаху. Я поэтому у нее уточнила. И она делала это голыми руками. А мясо, оно жирное. Ну, вы поняли, да? То есть все это впитывается в кожу, впитывается в ногти, фрезы забиваются, сколько бы я ни сыпла тальком. Вот этот жир, он прям был пропитан. Я даже ее попросила помыть руки, дала ей щеточку, подарила еще домой, чтобы она мыла. Ну, чтобы точно наверняка. В общем, подготовку ногтей мы выполнили. Это я просто к чему сейчас клоню, да? Почему были отслойки? Это 100% было из-за этого. Потому что ногти были просто пропитаны жиром. Я их обезжиривала, я их готовила, насколько это было возможно. Ну, вот такая вот ситуация. Так тоже бывает, это нужно учитывать. Если вы когда-нибудь замечали у клиентов запах от рук свежей готовки, это вот оно самое. Так, я тут все пропустила. Я показываю сейчас ноготь и показываю, куда я буду выкладывать материал. Вот зеленым отметила. И работать мы будем твердым гелем конфитюр от торговой марки BSG. Это гель такой более средней густой консистенции. Вот у них есть жидкий конфитюр, а есть и которые погуще. Вот сейчас здесь тот, который погуще в очень красивом оттенке. Я картинку вам специально вывела, чтобы было видно, чтобы было понятно. Этот цвет мне особенно полюбился. И я считаю, что если нужны голенькие ногти, то есть максимально натуральные такие вот, чтобы не сильно привлекали внимание, выглядели опрятно, естественно, это как раз тот оттенок. Но обратите внимание, что выкладка такая у меня достаточно неспешная. Я очень стараюсь. Стараюсь не навалить лишний объем. Мне важно, чтобы у меня объем был чуть-чуть выше зоны стресса. Я его стараюсь туда переместить. Не стаскиваю на кончик, потому что мне нужно, чтобы не было горки и пуговки. Дальше у нас, конечно же, идет поджатие. И это важно. И посмотрите, какая разница. Я показываю не поджатый ноготь, да, и поджатый. То есть вот эта арка у нас останется. И дальше я уже покажу, как эти ногти выглядят через три недели. Вот такой вот интересный лайфхак пришел мне в голову. Я одной рукой зажимаю, а второй рукой присушиваю. Это нужно для того, чтобы досушить вот зажатый материал. То есть чтобы не ставить прищепку, можно сделать вот так. Ну, как бы, может, кому-то пригодится. Мне понравилась эта история. Я совершенно спокойно пользуюсь и правой, и левой рукой. То есть у меня здесь нет никаких проблем. Я очень часто вообще во время работы, особенно когда педикюр делаю, могу поменять, взять ручку в левую руку просто потому, что у меня камера так стоит. И мне будет, ну, там, если кто-то посмотрит мои ролики по педикюру, там будет видно, что я перекладываю туда-сюда и работаю, в принципе, двумя руками. Вам тоже, кстати, рекомендую, только тренируйтесь на себе, ладно? Просто это, кстати, полезно очень для мозгов. Что-то там, что-то типа полушария там какое-то другое задействуется. В общем, новые нейронные связи никому еще не помешали. А здесь вы наблюдаете уже опил. Ну, плюс-минус. Да нет, не плюс-минус, в основном финальный, да. Но, учитывая, что ноготочки очень коротенькие, то есть мы опилимем практически весь ноготь. Без опила нельзя. Гель, ну, не получится у вас выложить сразу на готовность так, как нужно. Как видите, мы снесли лишний объем. Почти прямая линия у нас наблюдается. Ноготь уже не смотрится таким вздернутым. И все, что нам остается, это перекрыть топом. И, естественно, сам опил форм у нас тоже был после выкладки геля. Топ у меня также здесь от BSG. И я покрываю его прям тонко-тонко-тонко. Мне не нужен объем. Я хочу натуральные ногти. Ну, и, как всегда, завершение процедуры, ну, без этого никуда. Сухое масло от Domics. Это, по-моему, уже моя какая-то вечная классика. Ну, правда, ногти, ну, как бы, кутикула, это не будет смотреться красиво. Лучше увлажнить. И, конечно, я клиентке еще на домашний уход дала еще пода серию, чтобы она побольше увлажняла руки, чтобы поменьше у нее нарастало вот здесь вот по бокам. Конечно, объяснила, что теперь мы готовим в перчатках, стараемся и посуду мыть, по крайней мере, какими-то такими очень агрессивными средствами. Тоже стараемся пользоваться в перчатках. Ну что, смотрим на наш результат. Вот такой красавец у нас получился. Ну, я считаю, что классно, что выглядит очень эстетично. Это небо и земля абсолютно совершенно. Конечно, трапеция полностью не ушла, но вот вам наглядно, как было и как стало. И как раз вот разметка, куда примерно выкладывается материал. Главное, кутикули так прям много не наваливать. Это на самом деле то, что здесь у меня сделано. Это немножко, это прям чуть-чуть, чтобы при отрастании не было ступеньки. Вот, собственно говоря, результат через три там с чем-то недели. Вот так это выглядит. То есть ступеньки нет абсолютно, но есть отслойки. Возвращаемся к тому, что я говорила, вспоминаю. И также напоминаю, что молодая мама моет все, что там у нее шевелится. Все это маленькое, что дома ползает. Конечно, много готовит. Все прекрасно понимаю. Это вообще, она говорит, на большом пальце у нее произошел скол. Она говорит, я коляску защелкнула. Думала, отвалится палец. Но, слава богу, отлетел только гель. Ну, будем считать, что это было чудесное спасение. С помощью геля, да, действительно, иногда искусственный материал нам помогает защититься. Это очень классно, это здорово. В общем, здесь мы будем проводить вторую процедуру. И сегодня уже ноготочки будут посмелее. Но сначала нам нужно все убрать. Сейчас подготовим пилочку. У меня пилки на спине, на основе. Опять пота-стоп. Мне понравилось с ней так работать. Я так и буду делать. Потому что, ну, и она меньше нервничает из-за того, что все влажно. И у меня ничего из рук не выскальзывает. Так что берите себе на заметку. Этот продукт есть на маркетплейсах. В общем, он там везде есть. Это не проблема. Делайте окей, гугл, пота-стоп, домикс, и все находите. Так, взяли фрезу. Фрезу. Фрезу мы взяли. Это тоже, кстати, фреза Биотек. Я ее редко показываю. Почему-то. Хотя эта фреза вот ей, по-моему, сколько-то лет уже. То есть она у меня такая древненькая, еще пока дышит. Я ее раскопала, думаю, охота попилить такой. Она у них реверсивная называется. Ну, такая фреза, знаете, надо ей приноровиться. Но она очень такой большой объем материала снимает азараз. Тут я работаю без давления. Мне она очень нравится. Отслойки убираем осторожно. То есть я стараюсь не нажимать, чтобы убрать только гель. И, как мы видим, после снятия геля ноготь снова превращается в свое исходное состояние. Как я и обещала, никакого чудесного исцеления у нас не происходит. То есть как были трапеции, так и останутся. Ситуацию поправить можно, например, моделированием ногтей. Но это для нас не вариант, потому что молодая мама, ребенок, в общем, не до длинных ногтей. И потом ей неудобно, она говорит, я не планирую, чтобы ногти выходили за подушечки. Поэтому нас ждет твердый гель и нас ждет постоянное поджатие. О, кстати, насчет твердых гелей. Я здесь немножечко опущу процесс маникюр. Здесь все так же безопасная фреза. Она, кстати, вот в работе с такими трапециями вообще незаменима. Я прямо вот точно вам говорю. Она классно вам поможет раскрыть синусы. В общем, по поводу геля, хотела сказать, мы сегодня сделаем другой гель. Он тоже будет от BSG, но это гель другой. И это гель новый, я хочу вам про него рассказать. Это гель называется «Стекло». Такое интересное название, но на самом деле он так называется из-за того, что в его составе очень много разных кусочков стекловолокна. Хочу отметить, что мне очень понравилось, что в этом геле у нас стекловолокно сразу падает на ногтевую пластину вниз. То есть оно не остается наверху, оно падает и там выступает таким армирующим каркасом. Это классно, это здорово. И можно сработать тонкий слой. Вот сейчас снова демонстрируем ногти, что они все еще трамплины, что они все еще трапеции. Выглядят они вот так, но уже немножко отросли, стали подлиннее, кутикула уже чуть более ухоженная, то есть виден результат работы. Я снова наношу праймер, опять наношу акри-базу в тонкий слой, пока это все сушится. Кстати, сушится 60 секунд. Любая подложка всегда 60 секунд ровно, не меньше, потому что иначе она просто не высохнет. А вот и наш гель-стекло, 13-граммовая баночка. Но выглядит он очень странно, вы, пожалуйста, не пугайтесь, если вдруг вы решите его попробовать. Вот, посмотрите, там видно прямо вот эти вот кусочки. Причем некоторые кусочки стекловолокна, они по одной ворсинке, а некоторые они в таких каких-то блоках. Я спросила, оказывается, это сделано специально, чтобы там были разные виды вот этих армирующих волокон. Очень интересный продукт, такого вообще никогда не видела. Тестируем, у меня уже несколько моделей с ним ходят. Пока полет нормальный, пока все хорошо. Где-то недели-полторы уже все хорошо происходит, но я буду держать вас в курсе в любом случае. Я его наношу достаточно тонко, просушиваю и совершенно спокойно точно так же зажимаю. То есть поджимается, все в порядке, мне все понравилось. Вы спросите, почему гель прозрачный? Потому что сегодня у нас есть планы на эти ногти и там будет дизайн. Использую тот же самый способ поджать, он мне очень на ней понравился. Также я фиксирую одной рукой зажимом, другой рукой присушиваю. Здесь после выкладки я сняла липкий слой и мы убираем уже длину. Как я и говорила, с ребенком моей модели просто неудобно. Она боится зацепить, боится поранить. И поэтому мы все убираем. А пил тот же самый, и посмотрите на этот прекрасный результат. Я считаю, что просто это прекрасный ногти, это отличный результат вообще для этих ручек. Помним, что это не какие-то там инстаруки. Это нормальные руки обычной девушки, которая живет свою прекрасную жизнь. И тут самое интересное, пока я разговаривала. В общем, сейчас быстро объясняю. Топ Хамелеон от торговой марки Емень. Он без липкого слоя. Это топ с блестками. Я его просушила и на него вот так вот втирки втираются. Мне очень нравится, это я делаю не в первый раз. Я просто обожаю этот топ со втиркой. Хорошо получилось. Вообще отлично. Сейчас еще топом сверху перекроем. Здесь перекрываю топом антивандал тоже Емень. Беру его, потому что он себя очень хорошо показал именно в втирке. И, конечно, предварительно я торец прошлась праймером бескислотным. Но я думаю, это уже все знают. И теперь любуемся. Масло здесь, к сожалению, не сняла. Но знаете, оно там было. Это я сейчас его как раз таки растираю. Все, поправляем колечко. И у нас прекрасная прекрасность. Я считаю, вообще чудесно. Девушка довольна, счастлива, пошла дальше жить свою жизнь счастливой. Вот, кстати, вам фотография того, как ногти выглядели в самый первый день, когда мы встретились. И как они выглядят сейчас. Пишите в комментариях ваше мнение. Как вы думаете, получилось у меня или нет привести эти ногти в порядок. И как думаете, в следующий раз стоит покрасить уже красным или еще рано? В общем, жду вашу реакцию. Пока. Пока.